Привет, друзья! Я тут недавно делал джин. Если смотрели видео, если не смотрели, можете посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. И в первый раз в жизни столкнулся с явлением ополисценции. Ополисценция – это изменение оптических свойств вещества, в данном случае помутнение джина произошло. Ну и в первую очередь несколько слов, чего это происходит. Происходит это по причине попадания в напиток, в нашем случае в дистиллят, хвостовых фракций, очень сильно насыщенных эфирными маслами. При разбавлении водой, то есть этот джин был спиртуозностью где-то около 75 градусов, когда его начал разбавлять до спиртуозности 55 градусов, он помутнел. По отзывам, подобные ситуации очень часто происходят у многих винокуров при работе с зерновыми или с фруктовыми брагами. С брагами, богатыми эфирными маслами, то есть с ароматными брагами, собственно говоря. Ну и я заморочился, раньше действительно никогда с этим не сталкивался, плюс мне несколько подписчиков задали вопросы, как с этим бороться. Поэтому заморочился и есть один выход. Выход – это активированный уголь. Я специально заказал вот такой вот уголь для очистки спиртных напитков. Ссылочку, где я его покупал в Украине, оставлю тоже в описании видео. А потом обнаружу, что есть еще варианты, сейчас о них расскажу. Первый вариант – это кувшинного типа угольный фильтр. Отлично очищает напиток от вот этого вот помутнения. И единственное, что, когда покупаете картридж, они там делятся на уровни очистки в зависимости от жесткой воды. Покупайте для самой жесткой воды, то есть там с индексом 5 или с индексом 6. Второй вариант – да, и просто проливаете водку через вот этот вот кувшинный картридж, и будет вам счастье, она будет прозрачная. Второй вариант – обычный аптечный активированный уголь. Я уже провел несколько экспериментов, тоже подходит. На литр водки хватает 4 пачек обычного аптечного активированного угля. Стоит он, естественно, копейки. Ну и третий вариант – я достаточно не задешево, по-моему, за 60 или за 70 гривен купил полкило активированного угля. И оказалось, тоже работает. Ну и вот по поводу угля. Сейчас очень модно пользоваться углем, все его рекламируют, все его продают. Чуть ли не говорят, что можно вообще ни головы, ни хвосты не отбирать, все гнать в одну емкость, потом углем все очищается. Я считаю, что это не совсем правда или даже наверняка совсем неправда. Так делать не стоит. Все-таки в идеале делать напиток, отбирать головы, отсекать хвосты, чтобы не получать вот такого эффекта. Но в некоторых случаях, когда у нас напитки очень богаты эфирными маслами, вот этот джим я готовил на джим-корзине, он действительно очень ароматный, огромное количество эфирных масел, избежать удается достаточно редко. Но вот я не избежал, у меня первый раз в жизни действительно такое явление произошло. Ну, оказалось, все очень просто лещится. Я специально для контроля взял две бутылочки. Одна у нас контрольная, а вторая подопытная. Вкусненько пахнет так. Две столовые ложки активированного угля. О, посмотрите, какая реакция происходит сразу же. Я думаю, что две столовые ложки это даже очень много. Это так я уже чтоб наверняка. И он реально бурлит. Ну, он все вбирает, напитывается, видать, в нем какой-то воздух содержится, он его отдает. Так вот, мое мнение, мое МХО, так сказать, такое. Углем следует пользоваться, ну, вот, либо для того, чтобы этот эффект ополистенции, или эффект помутнения эфирных масел, эффект изменения цвета убрать в напитке. Либо второй вариант для углевания самой обычной водки. То есть, когда вы делаете ректификат, потом его разводите водой, чтобы получить обычную питьевую водку, вот ее можно тоже проуглевать для того, чтобы получить именно классический вкус водки. Что-то там происходит, какая-то реакция, и немножко, немножко вкус меняется. Ну, не силен в химии, если честно, не знаю, какая реакция происходит. В общем, таким образом перемешиваем. Ну, можно на пару часов его оставить где-то. Ну, я оставлю часика на два, наверное. За эти два часа несколько раз перемешаю, и потом вернусь к вам, покажу, что получилось. Итак, у нас есть исходный образец, есть отфильтрованный проуглеванный напиток. Берем вот такой вот фильтр для капельных кофемашин. Можно на самом деле какую-то фильтр-бумагу использовать или вазку. Но вообще, конечно, удобнее всего с кувшинным фильтром типа барьер иметь дело. И процеживаем наш напиток. Докапывают последние капли напитка, и уже видно результат. Ну, теперь сам фильтр туда насыпалось угля, он забился и капает очень так медленно. Ну вот, дорогие друзья, как видите, результат налицо. Это еще получается текла тоненькая струйка, и напиток немножко мелких пузырьков набрал. Он станет абсолютно прозрачным где-то через час-через полтора. Но разница видна отчетливо, я думаю. Поэтому, если вы не знали такого метода, то, естественно, пользуйтесь на здоровье. Но всегда уделяйте внимание отбору голов и отбору хвостов, отсечению хвостов. Потому что это, конечно, важно. И такой метод, это не панацея по жизни, а все-таки, ну, только возможность исправить случайную ошибку. Как у меня произошла, я провтыкал хвосты просто. У меня спиртуозность жина упала, пока я курил бамбук, так сказать. Пока я отвлекся на какие-то другие дела. И поэтому я уже не стал его третий раз перегонять, а вот таким вот методом действую. То же самое можно сделать с любым алкоголем. С обычным самогоном, с вискарем, ну, собственно говоря, с чем угодно. Друзья, жду от вас лайков, подписывайтесь на канал. Ну и, так сказать, готовлю для вас новые интересные видео. Пока!